всем привет друзья с вами русская рыбалка 4 и я капитан йорш сегодня мы на ахтубе не могу пройти мимо такой насущной темы как раздача буфала большеротова на ахтубе ну как координаты вы видите приблизительно я не знаю точно на каких ловит например на 141 на 98 вот у меня для ловли бафала большеротова нету особого потенциала потому что я не могу намутить такую прикормку которые муть от люди у меня не хватает прокачки но я все равно попробую вам показать что он здесь есть и что в принципе его тут можно ловить так что мы будем делать берем удилищем смотрим каким образом будем ловить буфалом ну для начала это поводок ну здесь будет на 27 килограмм это не важно насколько он килограмм потому что он очень тонкий из плетенного шнура он у меня под цвет глины логично потому что грунт в этом месте есть глина первый крючок ставлю ну просто чтобы даже маленькие экземпляры попадались мне просто для примера поймать вот на всех удилищах одинаковая наживка это пелец мидии с перцем и тонущий бойл олд пал крапы мидии разумеется дип это мидии все логично все просто и интересно в общем клипсу советуют от 8 до 10 метров я поставлю 10 метров вот просто чтобы ну чтобы как говорится было ровное число чтобы не запутаться вот бросать я думаю ну как по логике лучше не туда а лучше все-таки бросать сюда потому что тут уже река если буфала тут будет проплывать но мы знаем что рыба генерируется ладно неважно но я люблю представлять что она настоящей рыбалки вот если буфала тут будет проплывать то тут у него больше шансов встретиться с наживкой чем он будет по более широкому фронту проплывать вот поэтому забрасывать мы будем сюда поскольку я поставил 10 метров до 10 метров но для того чтобы забросить на 10 метров большой силы не надо взяли забросили поставили все тут я вам показывать ничего не буду потому что тут все тоже самое стоит вот классическая волосяная оснастка осталось только настроить клипсы так вот так и вот это удилище тоже берем настраиваем клипсу на десяточку да и куда-то в ту же степь бросаем хорошо вот поскольку у меня нет пва а метод тут ставить неудобно потому что будет сносить удилище мы берем spot берем просто spot посмотрите что я сюда намешал семена конопли и мидии 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 королевский краб просто то на что и ловлю я точно не знаю что сюда стоит вмешивать мы многие берут основу подороже но у меня еще не полностью прокачано поэтому взял просто семена конопли вот королевский краб и мидии это то на что мы его и ловим по сути так что тут никакого секрета нет поможет не поможет это прикормка я не знаю беру спонт то есть бомбой будет падать пока я беру spot спонт мне уже клюет давайте смотреть что клюнуло раз уж мы вот так вот быстро поймали какую-то рыбеху от 11 часов засекаем будем сидеть ровно сутки до 11 часов следующего дня вот чтобы все было по честному так это буфало большероты я его узнал очень приличный экземпляр на 6 килограмм вот он заходит просто так без прикормки без ничего что же забрасываем обратно все ставим вот тут вроде волновалось удилище но сейчас она спокойно берем спонт ставим сколько 10 метров прикармливать будем видно двумя бросками потому что одним я не попаду в разброс давайте спонт раз и с другой стороны сделаем то же самое так но прикормить нет не получается потому что сразу все клюет сразу все тянет это рыбина будет поменьше предыдущий но все-таки давайте доставать о это кто такой о посмотрите буфало черный я такого даже еще и не видел вообще прикольно он редкий оказывается очень интересно очень интересно в садок конечно его у меня опять клюет вот попадаю примерно туда куда с помпом попал тут у нас рыба присутствует так что будем доставать сюда моя хорошая и это снова буфало 5 500 неплохой неплохой еще один буфало раз пошло такое дело то наверное не будет лишним проверить это удилище тут тоже волновалось но нет тут все спокойно как раз тут все хорошо у нас так давайте докормим все таки раз я уже собирался вот я не верю в то что одним спомбом можно будет прикормить всю эту территорию поэтому я отправлю еще один примерно вот по такой траектории до получилось что просто с двух сторон прикормил и вот как она кругом разошлась приманка когда спомп падает он раскрывается и получается такое прикормочное пятно я думаю что вот эти два пятна и слева и справа они в принципе где-то соединились и стали одним большим прикормочным пятном не стоит бояться прикармливать вы только потратите прикормку но перекормить рыбу вы не сможете поэтому можете смело заниматься прикормом что же пока я вам рассказывал мы уже поймали трех буфало двух большеротых и одного черного будем рыбачить еще получается 22 с половиной игровых часа как только будет клевать я вернусь и покажу вам все самое лучшее что у нас тем временем клюет давайте посмотрим рыба на крючке осталось ее только вытащить ну судя по всему рыбка неплохая будет килограмм на 5 иди сюда мой красавец 4700 почти 4800 хорош буфало хорош буфало очередная рыба у меня в садке и это приятно даже на такой результат я не особо рассчитывать временем очередная поклевка будем проверять буфало на прочность будем сокращать их народа населения популяцию буфало 5 800 залетает хороший зверь приятный вопросов к нему быть не может снова клюет причем сразу на двух удилищах начнем с этого вот потому что она как-то резвее потянула хотя рыбка большой наверное не будет ну как небольшой наверное будет приличный так сюда 4 900 зверюга залетает так клюет уже все удилища поскольку это первее начала волноваться будем доставать его потому что этот буфало уже долго ждет три килограмма быстренько забрасываем снова чтобы уже новый ловился и бежим сюда ну тут не такой большой я думал тут прям какой-то зверюга огромный будет ну посмотрите как хорошо ловятся буфало три килограмма хорош да может они там не пред трофейные небольшие но их по крайней мере не мало неплохо временем у нас ночь но в принципе вот поклевки имеются давайте доставать очередных зверей вот этих вот буфало или это не буфало подожди это карп чешуйчатый карп залетел на фит к нам не знаю не знаю я такого не ожидал почему чешуйчатый карп вдруг объявился ну ладно может быть тут буфало не тоже карп что-то карпы поперли ночью на по 3 кило ну ладно пускай будут почему нет с другой стороны карпы значит карпы значит будем как так снова клюет снова достаем кого-то я уже не берусь предсказывать кого может быть опять карпуха зашел это даже не карпуха это усач короткоголовый прикольно не ожидал увидеть тут усача особенно короткоголового вообще впервые его вижу но радует что это редкий зверь и может мне за него хотя бы заплатят немного вот будет неплохо да усачик это всегда прикольно всегда эта рыба отличается тем что за нее дают неплохо опыта неплохо денег но короткоголовый похоже еще ценнее остальных что интересно так это буфало наконец зашел снова на 7 200 хороший буфало хороший я таких буфалов уважаю уважаю и всегда рад видеть у себя в садке у нас снова клюет давайте доставать давайте смотреть что удалось поймать на сей раз потому что сюрпризы есть сюрпризы есть это и усачек короткоголовый и буфало черный но это обычный буфало просто но ничего страшного я его и пришел ловить так что все в порядке все отлично так ловим до не успел я выключиться как снова клюет так тянет неплохо кстати может это быть приличная рыбка приличный буфало или может усачек опять зайдет не знаю надо посмотреть но меня устраивает и тот вариант этот так но это видно карпуха 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 на 9 килограмм хороший между прочим хоть чешуйчатые не особо прикольный но 9 килограмм это всегда хорошо у нас снова хороший клёв ничто пока не дернуло конкретно хотя вот тут вот уже рыба сидит понятно достаем 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 рыбину смотрим что за она это буфало больше роты на 622 хорош хорош буфало надо еще второе удилище достать проверить что же у нас тут будет никак не может он определиться этот буфало но похоже уже сидит есть контакт распознали поклевку достаем это белый амур вот тебе на шех не только буфало одним кто только не попался сегодня и усач и карп теперь еще и амур таки так давайте посмотрим что удастся поймать на этот раз достаем буфало на три килограмма и срочно нужно бежать смотреть сюда так так среднее удилище тоже что-то приличное попалось думаю тут будет больше трех килограмм конечно иди сюда но это карпуха на 5600 карпуха на 5600 и можно подождать еще одну донку карповичок так тут тоже что-то засело приличное достаем это буфало большеротый 5600 неплохо неплохо ну что же еще часика три посидим потянуло сразу два удилища вот это вроде резче потянуло поэтому будем доставать первым хотя тут ничего такого не обещает быть особенного но все равно достанем буфало 4300 буфало есть контакт быстренько забрасываем в сторону прикормки и хватаем следующее удилище тоже что-то не выдающиеся но достаем конечно же полтора килограмма это все-таки тоже буфало тоже хлеб тоже пару монет каких-нибудь будет так у нас какие-то признаки поклевки появляются на правом удилище лампочка горит леска дергается ну пока ничего явного никаких явных признаков поклевки нет поэтому будем ждать ну вот сейчас можно расценить за провисание лески есть контакт сразу два удилища синхронно забираем тут амура белого на 5 килограмм тоже имеет место быть ну не буфало но амур так а тут что тут тоже какая-то рыбина достаем вот это будет буфало 1.6 кило маленький совсем ну что же друзья самое время подвести итоги нашей сегодняшней рыбалки сегодня мы ходили на раздачу буфало большеротова ну и в принципе кое-какой результат есть 30 рыб за сутки не много не мало довольно средний показатель но неплохой учитывая то что у меня нету ПВА наловил я рыбы нормально вот давайте смотреть что получилось через магазин давайте начнем с белого амура попалось два экземпляра белого амура 1.4 другой 5 кг как видите это не очень импактно по деньгам но как уж есть чешуйчатый карп залетел 1 на 9 кг 1 на 5.5 4.3 в принципе ну про чешуйчатого карпа я думаю мы и так все знаем самый дешевый карп самый неинтересный в принципе что тут с ним возиться вот это вот экземпляр поинтереснее усач короткоголовый попался зачетный за 3 кг отваливают 40 монет что безусловно очень приятно попался один баффало черный буффало черный 4 кг 66 монет безумно приятный буффало но к сожалению он только один так что ничего не поделаешь ну и буффало большероты его тут большая часть 1 2 3 4 22 рыбы получается да 22 экземпляра из 30 штук в общем стоит он не слишком так чтобы дорого но кое-чего стоит вот видите 7 кг 18 монет какой-нибудь средний на десятку это 4 кг например карп на 4 кг стоит 8 то есть буффало большероты он в принципе не сильно дороже карпа примерно по такой же цене ну давайте посмотрим сколько удалось выручить по сути ток ну 351 монета за сутки мне кажется это очень хороший улов ну просто огонь почему нет это много это реально много за сутки 350 монет просто ничего не делая просто посидели половили буфалом конечно и тут такой вариант что если бы не было буфало черного если бы не было этого усача то цифры выглядят уже скромнее на сотню монет ну есть же как есть так что 350 монет как с куста так что мы можем быть довольны сегодняшней рыбалкой я показал вам это место хотя я уверен многие из моих зрителей и сами это место знают потому что тут вся ахтуба гудит просто все бредят этим местом все там сидят сутки напролет но я посидел только сутки потому что я знаю что на вторые сутки уже будет не так импактно и не так интересно вот ну на этом видос мой подходит к концу если он вам понравился поставьте лайк подпишитесь на канал мне будет очень приятно всем пока